С нами есть докладчик, который будет с нами находиться дистанционно, из 24 ДОК. Она находится в Москве. Она будет говорить о своем телеканале. Здесь на экране оказался я. Вера, ты хорошо нас слышишь? Ну, вот сейчас слышу хорошо, да. Просто вы пропадаете, а так лучше. Тогда я думаю, что ты можешь просто начинать говорить над темой твоего выступления. Тебя слышит аудитория примерно в 60-70 человек. Пожалуйста. Отлично. Здравствуйте. Еще раз. Я представляю 24 ДОК, канал документального кино, креативного, актуального, который был запущен в конце 2011 года, в декабре. То есть нам теперь будет два года, в том виде, в котором мы существуем. В общем, в какой-то степени мы, наверное, поймали, когда мы запускались, я решила, собственно, перезапустить канал кино, документального о России, в том виде, это так он раньше назывался, и так был специализирован. В какой-то степени мы поймали тренд того, что происходит в мировой документалистике, как был большой интерес более широкой аудитории, нежели просто любителей документального кино, который растет. Документальное кино часто выходит в прокат, и, надеюсь, собирает больше деньги. И все было довольно неплохо, то есть мы успешно запустились, и пока, собственно, являемся, наверное, единственным документальным каналом в России, в бывшем Советском Союзе, кстати, канал вещает руку, довольно большая территория. Мы являемся единственным каналом документального кино, что в какой-то степени облегчает нам, наверное, взаимодействие с документалистами. И с дистрибьюторами. Но должна сказать, что, к сожалению, в общем, наша жизнь, как и у всего документального сообщества, наверное, не только российскую, но прежде всего российская, не такая простая, потому что, да, у нас растут показатели, и на сегодняшний день телеканал имеет несколько миллионов абонентов, а этот телеканал платный. Мы распространяемся через платные кабельные и платные спутниковые сети. Не знаю, мне кто-то слышит? Мы тебя видим, коллеги, на боковых панелях мы видим веру. Хорошо, я остановилась на том, что почти назад мы запустили канал, и, в общем-то, мне кажется, поймали какой-то тренд, который есть, да, документальное кино, некая была растущая его популярность, и все, в общем, было неплохо, но, к сожалению, для нас, как канала, ну, собственно, телевизионного, это прежде всего пинус. Ну, бизнес очень сложный. Мы надеялись, то есть, когда мы делали бизнес-план, запуская этот канал, а это не финансирует никакое государство, а финансирует, в принципе, частная компания, то мы ставили себе некие планы под остынью, да, цели, в общем-то, выход на брейк-ивен и так далее, и так далее. Вот я должна сказать, что на сегодняшний день, потому что у нас есть некое отставание. И это отставание связано тем, что, прежде всего, хотя, да, есть некий тренд, но аудитория, которая проявляет интересные пластики, настолько мала, что говорить о каком-то был менее серьезном бизнесе, или там растущем бизнесе, даже про растущий бизнес можно говорить. Вот, поэтому, в общем, нас немножко это расстраивает, потому что через какое-то там еще пару лет, и дальше будет просто приниматься решение, а нужен ли акционерам канал, не приносит им денег. Вот, поэтому ситуация такая, что, да, количество зрителей, смотрящих документальное кино, больше, чем 45 минут в день, выросло в два раза на нашем канале за это время, но это очень маленькая цифра при этом. Количество зрителей, смотрящих больше, чем 10 минут, выросло тоже в два раза, но это тоже довольно маленькие цифры, при том, что у канала достаточно большие охваты. И с чем это связано? Мы очень только видим, хотя канал меряется в такой системе, как TV Index Plus, и там нет такой, то есть невозможно, что у нас четко рейтинги фильмов, но у нас есть система, во-первых, у нас есть сайт, у нас есть петчапы практически там на 75-80% того, что мы покупаем, и мы видим там, сейчас он, правда, перезапустился, поэтому там немножко новая история, значит, то есть новые показатели. Ситуация, как бы, то есть документальное сообщество стало сильнее, но большое количество зрителей, небольшое количество зрителей документального кино не появилось. Поэтому, собственно, это, мне кажется, и объясняется тем, что эфирные каналы еще пока не смотрят в серьезную сторону документального кино. Не, мы за креативной документалистике, безусловно, а не тех документальных фильмов и телепрограмм, которые они, в принципе, в большом количестве производят и заказывают на дальнейшем неделе. Можно прерву? Слышите меня? Да, 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 я слышу. Я туя, мы же с вами вчера говорили, и вчера вы были гораздо более оптимистично настроены. Также по поводу будущего. Нет, нет, почему? Я же не говорю о том, что все плохо, чудовищно. Я просто говорю в целом, что у нас и абсолютно то же, что я говорила неделю назад, когда мы с той общались, что у нас есть отставание под показатели, например, плана. И, то есть, также я говорю о том, что, к сожалению, документальное сообщество, а широкая аудитория, интерес широкой аудитории не растет в той пропорции, которую, например, мы планировали. Я не шла абсолютно не изменила неделю, что очень, если за два года не так сильно меня. А можно немножечко фактов попросить? А фактов попросить? Значит, наше ядро на следующий день создавляет ядро аудитории, которые смотрят документальное кино, ну, там, около часа и будет, да, перенесучно. Это порядка 10%. То есть, на самом деле, это мало. К хорошему, то есть, в идеале, я понимаю, что, конечно, когда 10 лет в стране не смотрели документальное кино, то, наверное, меньше, чем за два года сложно людей уговорить, его смотреть, или сказать о том, что это очень здорово, интересно. Но мой прогноз был, я рассчитывала на то, что эта цифра, когда я делала бизнес-план, что эта цифра будет составлять, там, 15%. А сколько иностранных документальных фильмов вы показываете на вашем канале? Мы показываем от 70% до 75% зарубежное документальное кино, и порядка 25-30%, то есть, оно всегда, как бы, неровно, да, это плавающая цифра, это российская документалистика. И тут, как бы, важный момент, да, безусловно, ну, просто в России не вкладывают такие деньги в документальное кино, или это единичные фильмы, и, конечно же, мы, как канал, нуждаемся в коммерческих фильмах. Ну, и, собственно, и аудиторию можно расшевелить, исключительно коммерческим кино вначале, потому что для того, чтобы воспитать вкус аудитории к чему-то, их нужно, и этот вкус нужно постепенно развивать. Вначале показывать коммерческое, потом предложить что-то еще, и так далее, и так далее. Хотя у нас на канале, безусловно, есть разное, но мы очень активно ориентируемся именно на коммерческую составную, и стараемся усиливать эту историю, потому что мы не любим документалистику, а мы просто понимаем, что, значит, наши цифры будут так расти, как хотелось бы. И документальное сообщество российское просто может лишиться тогда через какое-то время, там, еще на площадке. Вот, собственно, о чем речь. При том, что мы активно участвуем не только в... Мы показываем документальный киноток на канале, мы активно сотрудничаем с большим количеством российских фестивалей, Мы делаем отдельно от фестивалей показы, устраиваем. Мы приняли участие сейчас, еще занимаемся прокатом документального фильма Екатерина Еременко «Чувственная математика». Мы продолжаем, кстати, фильм еще прокатывал. Вот «Вторая волна». И мы, как бы, пробуем себя везде и всячески пытаемся продвигать документальное кино. Вот мы участвовали в создании первого документального фильма. Тоже целенаправленность именно в фильм, который может выйти на международную арену, а не только на российскую. Нам это было важно. Нам казалось, что вот как нужно заявить о том, что существует канал «24.Док» документальное кино. И мы можем производить, участвовать и продюсировать фильмы, которые имеют международный потенциал, а не только российский. Вот. И планируем принять участие, если в нескольких, ну, не знаю, от трех до пяти фильмов в год. Либо предоставлять наши какие-то технические возможности, заниматься продюсированием, организовывать, где-то искать деньги. То, что сами на сегодняшний день мы не можем вкладывать какие-то серьезные средства, которые позволяют снимать фильмы. Просто потому, что канал еще пока не отбил, собственно, тех положений. Ну, это нормально, да? Не отбил тех положений, которые у него были сделаны. И поэтому, серьезно, что мы сделаем, мы сможем только, когда мы выйдем на плюс. То есть вы бы хотели, чтобы как продюсер, хотели бы оставаться продюсером вашего канала и хотели бы, например, слушать мостиками между Россией и зарубежьем? Это первый вопрос. А второй вопрос касается темы конференции. Подождите, второй вопрос. Мы являемся той площадкой, которая показывает для массовой аудитории, массовой, потому что я речь веду порядка 9 баллов абонентов. И вот это зрителям в три раза надо увеличить. А на сегодняшний день то те аудитории, которым мы доступны. И мы, безусловно, то есть это та площадка, которая работает с массовым зрителем, на которой представлена как российская документалистика представлена, так и международная, незападная, азиатская и так далее. New media, cross media, question mark. Ну, смотрите, любое платное телевидение, оно уже относится к новым медиа. Это первое. По крайней мере, в России это считается не в медиа. Второе. У нас есть портал, который называется 24 до, который сейчас был перезапущен. И на нем, в принципе, еженедельно возникает до 30 фильмов новых, которые в течение как минимум недели всегда можно посмотреть. Плюс есть фильмы, которые лежат тут постоянно. Наш канал имеет в архиве порядка 700 фильмов в год сегодняшний день. Ну, сейчас цифра чуть больше, но я думаю, что мы придем, учитывая, как люди смотрят, я думаю, что мы будем приходить к 700, то есть уменьшать количество фильмов. Потому что просто зрители не смотрят в том количестве, в котором хотелось бы. И мы будем развивать этот сайт, и, соответственно, на сайте, кроме как на канале, сейчас можно посмотреть бесплатное кино. Ну, то, которое мы, естественно, лицензировали. А вот это то, что касается, ну, как бы не медиа, то есть это интернет и телеканал платный. Плюс у нас надо понять, что мы входим в состав самых большого телекома страны, Ростелеком. И Ростелекома одна из самых крупных IPTV-сетей в стране и довольно успешно работающая. И вот в ближайшее время мы еще будем эту IPTV-систему, брендом 24Doc, планируем тоже предлагать документальное кино, но очень коммерческое. То есть только то, что имеет прям вот серьезный коммерческий потенциал. Просто мы очень хорошо понимаем, какие там запросы и какие там зрители. И мы понимаем, что они также имеют свою собственную аудиенцию. Вера, могу я сказать что-то, как человек, кто дважды так старше, как вы. Я вас в два раза старше. Подождите, я хочу сказать, что я вас в два раза старше. Я знаю, что у вас очень много идей, что вы очень активны, но вовсе не обязательно, что все результаты мы прямо вот увидим сегодня. Лично хочу сказать, что, скорее всего, нам надо будет подождать несколько лет, чтобы увидеть результаты вашей работы, потому что мгновенно ничего не происходит. Вы меня слышали? Вы меня слышите? Я слышала что-то, потому что она не понимает. Я слышала что-то, потому что она не понимает. Я просто призываю к вниманию, и также хочу сказать, что вы работаете, не покладая рук, работаете очень много, работаете очень упорно и терпеливо, но хочу вас призвать проявить терпение, потому что наверняка результаты вы увидите немного позже в своей работе. Не то, что у нас нет результата, вы знаете, все-таки за два года собрать аудиторию 69 миллионов абонентов, мне кажется, что это вполне себе результат. Тем более абоненты, которые не бесплатно включают пакеты и так далее, пакеты, каналы, то есть, в принципе, это результат, или это результат документального кино. Но, к сожалению, на мой взгляд, результат именно телесмотрения, да, телесмотрения, а именно, что широкая аудитория пока еще не готова серьезно относиться к креативной документалистике, и в среднем смотрят в среднем. Я говорю, что про широкую аудиторию не более 10 минут. То есть, в принципе, это означает, что большая часть аудитории переключает, что вот это ядро, да, которое составляется от 50% аудитории канала, это те люди, которые являются настоящими любителями документалистикой, и они могут, конечно, в день смотрят в среднем один фильм. Это, как бы, вот такое вот достижение начало за абоненты, да, это цифра была, там, в 20,5 раза ниже, когда настолько стали мерить, это был, по-моему, второй квартал 2012 года. То есть, вот как выросло, то есть, какого-то достижения есть, я просто, я думаю, что мы рассчитывали на несколько более быстрые результаты, да, или более агрессивные, ну, тоже в разнице, там, в 30%, да, того, что мы достигли, и того, что мы рассчитывали. Вот, и самое главное, безусловно, для развития документального кино и как бизнеса, потому что это прежде всего, я имею в виду, если это приносит или хотя бы отбивает расходы, самое главное же, это то, чтобы это отбивало расходы, просто тогда люди будут вкладывать что-то. Продюсеры будут вкладывать, каналы будут вкладывать, хотя бы, хотя бы просто уходить в бой, да, и прибраться к этому. И вот, мне кажется, это самое главное, и тут очень важно, для развития российской документалистики, потому что Запад, очень здорово, что на Западе столько снимается прекрасных картин, и благодаря этому, собственно, мы и выстрелили. Но дальше очень важно создание вот этих вот, я не знаю, совместных проектов, которые очень, мне кажется, нужны России, российской документалистики, просто громких каких-то проектов, которые имеют резонанс, имеют резонанс. Но тут есть важный момент, что очень часто мы сталкиваемся с тем, что, ну, поскольку мы люди телевизионные, мы представляем, за какие деньги снятся документальные телепрограммы, скажем, на эфирном телевидении, за какие реальные деньги они снимаются. И очень часто к нам приходят документалисты, которые, мне кажется, просто приходят с сильно завышенной сметой, предполагая, что, ну, то есть, заработают на нас. Спасибо вам большое. Наше время истекло, поэтому я считаю, что вы занимаетесь замечательной работой. Еще раз призываю к терпению. И, пожалуйста, не отключайтесь, следите за нашей конференцией. Очень надеюсь, что когда-нибудь вас лично увижу. Спасибо огромное. Спасибо.